Китодиета Китодиета – это режим питания, при котором организм получает 60-75% калорий из жиров, 15-30% из белков и 5-10% из углеводов. Через неделю-две в организме начинается процесс китоза, получение энергии из жиров вместо углеводов. Многие врачи считают, что это небезопасно и такой диеты нельзя придерживаться годами, но некоторым людям удается. В любом случае менять режим питания стоит только под контролем специалиста. Этот вариант отличается от обычной китодиеты только расписанием. 5-6 дней в неделю ты питаешься по принципам кито, а 1-2 дня отдыхаешь, читай, ешь больше углеводов и меньше жиров. Цикличное кито рекомендуют спортсменам, которым углеводы необходимы для пополнения запасов гликогена в мышцах. Но этот вариант также подойдет тем, кому в рационе кито не хватает фруктов и цельнозерновых продуктов, десерты и фастфуд по-прежнему должны быть строго ограничены. Тоже вариация для тех, кто занимается спортом, перед долгими тренировками можно запастись углеводами, за 30-60 минут до старта. Дополнительные углеводы будут сожжены во время тренировки и не отложатся в организме как жир. Да-да, есть и такое. Несмотря на то, что из-за принципов кито-диеты соблюдать ее без животных продуктов непросто, можно есть больше тофу, темпе, продукт из соевых бобов, а также орехов, орехового масла, бобовых и зелени. При этом варианте люди уделяют меньше внимания отслеживанию того, сколько именно граммов белков, жиров и углеводов получил организм. Для тех, кому не очень хочется контролировать каждую крошку, такой стиль вполне подойдет. Комбинация кито-диеты с интервальным голоданием – 8 часов ешь, 16 часов не ешь. Это правило можно применять как ежедневно, так и, например, только в рабочие дни. Эффективность такого режима питания может быть выше, чем при кито-иге отдельно. Но нужен строгий контроль за самочувствием. Фото-деты-имиджес.